Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе создавался как площадка для открытого диалога между людьми и властью. В состав входят социальные активисты, лидеры мнений, руководители некоммерческих организаций. Все те, кто стоит на передовой в отстаивании интересов жителей края. Символично, что встреча проходит именно в день Конституции, главного правового документа страны. Конституция это договор, это соглашение между обществом и государством, который мы просто должны соблюдать. Это основной, главный закон нашей страны. Особенный, особый нормативный правовой акт, который обладает, конечно, высшей эрлической силой. У нас настоящая Конституция. Она по-настоящему защищает права и свободы граждан, конкретного человека. Она максимально создает такие экономические основы общества, политические, да и правые, которые позволяют и будут позволять нашему обществу гармонично развиваться. И насколько она работает в жизни, отвечаем мы с вами вместе, Олеги. И я, и вы. И все, кому неравнодушно будущее нашего края и, конечно, нашей страны. Подобные встречи всегда проходят в открытой и свободной форме. Запретных тем для обсуждений между правозащитниками и главой региона не существует. Ольга Малахова, руководитель общественного центра правовой и социальной защиты населения, рассказывает губернатору, как организовывался народный контроль в ходе выборов. У людей есть запрос на открытость в процессе голосования. И они сами готовы ее обеспечивать. Осознают те проблемы, которые сейчас существуют, и начинают максимально активно участвовать в этом процессе. Другое дело, что они не всегда готовы правильно и адекватно заявлять свои требования. Ровно так же, как далеко не всегда территориальные избирательные комиссии готовы так же понимать мотивацию этих людей. Вот здесь и роль Совета для того, чтобы найти золотую середину, когда каждый мог бы реализовать одни законодательства Российской Федерации, а другие, собственно говоря, свои права. Я с вами абсолютно согласен. Этот принцип, что кто не с нами, тот против нас, или кто не с нами, тот враг, он сегодня неприемлем. Это не значит, что если человек с чем-то не согласен, то изначально его надо записывать в список врагов. А вот слышите, может быть, там есть конструктивное зерно. Каждому, кто хочет быть активным, надо дать возможность стать активным. Каждому члену общества, который хочет принять участие в формировании общества или повлиять на какие-то процессы, в том числе избирательные, нужно дать возможность. Тогда мы будем гармоничным обществом. И я сам не понимаю чиновников, которые закрывают двери перед избирателями. Не может так быть. А вот в общественной палате Краснодарского края опросили людей и выяснили, что больше всего волнуют жители региона. Соответствующий доклад о состоянии гражданского общества пообещали передать Вениамину Кондратьеву. Кубанцев волнуют инфраструктурные проекты власти по развитию именно инфраструктуры. Там, конечно, дороги, там ЖКХ, там фонд капитального ремонта. Чтобы держать руку на пульсе, даже в самых небольших населенных пунктах, общественные советы открываются в каждом районе Кубани. Однако для эффективной работы необходимо усиливать роль муниципальных отделений. Для этого нужно избавить их от давления местных властей, чтобы без препятствий сообщать о всех существующих проблемах. Мы главу муниципальных образований говорим, не надо возглавлять советы при себе общественные. Такое было сплошь и рядом. Глава создает совет, сам себя назначает председателем, его вводит туда чиновников. Мы приезжаем, а там одни муниципальные служащие в этом совете. Вводите общественников, неудобных, как вы это сделали в свое время, в состав совета, введя людей с мидинга буквально. Наша задача заключается в одном. Это демократия, патриотизм, стабильность, социальное равенство и справедливость. За этим люди пойдут. Все это в конечном счете должно вызывать ощущение гордости за свою страну. Не потому, что так модно, а потому, что ты действительно так считаешь. Члены Совета по правам человека в День Конституции пришли с триколором на груди. Отойдя от протокола, Вениамин Кондратьев тоже надел ленту с российским флагом. В конце встречи Вениамин Кондратьев подытожил, что сегодня очень важно создать все условия, чтобы жители края участвовали в решении любых волнующих их проблем. Концепция все-таки должна первичная быть развития самого общества, гармоничного общества. А если мы сможем грамотно развить само гражданское общество, каждого члена этого общества, гражданина, тогда их защищать-то права будут не от кого, потому что общество будет по-настоящему гармоничным. Вот в чем момент. И никакая стратегия защиты прав человека уже не потребуется. Приоритет надо расставить. А приоритет именно в этом. В создании гармоничного гражданского общества. На Кубани самое большое число некоммерческих организаций в Южном федеральном округе. Шесть с половиной тысяч. Что само по себе говорит об активной гражданской позиции жителей региона. И сегодня на заседании договорились в следующем году провести в крае гражданский форум. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.